Удивительно поражают виды снега в Туле. Это город Тула. Мы видим даже тут какой-то парк, такой сквер, и там люди, женщины или как-то мужчины, несложно понять. В ярких оранжевых куртах они пытаются разгребать этот снег, но у них, видимо, какой-то такой толпи-рыв, они застали как статуи с этими палками, с этими лопатами. Мы сейчас, это не совсем центр Тула, мы объезжаем ее, и сейчас сворачиваем. Большое количество снега еще сутки назад. По снегу я вообще не думал. Тут снега реально много, то есть люди с этим снегом уже как-то смирились, живут и тому подобное. трамвайчики вот такие, вот тульский трамвай проезжает. Есть тульский пряник, тульский самовар, но вот тульский трамвай убегает быстро, как-то молниеносно. Как люди живут в снегу и прочее. А нас девушка с юга, как ты вот это, что ты можешь сказать по поводу Тула и снега? Снега много, снег это классно, люблю снег. Как ты же с юга, и не боишься замерзнуть, я уже мокрый холодно. У меня холодно всегда, но снег это классно. Ну вот я в этом году первый раз, после весны вылезала снег, обалдела от его количества, вот, и сразу хотела собить снеговика, но пока не везет. Да, ты еще из машины не вылезала. Уснула, не было снега, проснулась, есть... Так, а ты часто снеговиков? Ты же, получается, живешь в Ростове, там снега не часто бывает. Ну, не часто, но бывает, выпадает хорошенько. Вот, да, если случаются, постоянно иду лепить снеговиков. Говорю, вот, два года назад у нас был буран очень жесткий, вот, машины стояли в левковушке, их просто видно, не было. Все было в снегу, ну, вот, это уровень был снега, такой, что по крыше левковушки было. Везде причем. Люди на лыжах передвигались в городе. Вот, какой-то Ростов. Вот тебе нужно в России. Вот, но по-прежнему двигаемся по Туле, знаменитой Туле, вот, и действительно тут заснеженные обочины, машиномонтаж, покрытый сугробами, машины покрытые слоем снега, такого порядочного количества. Дороги заснеженные, деревья в снегу. Короче, все оказалось в снегу. Сложно думать, что с этим делать, то есть, держим путь в сторону вообще Санкт-Петербурга, может, в Санкт-Петербурге, как обычно, все растаяло, и нет там снега. Вот, взять зимний спальный мешок, зимний спальник, двигаться на юг, может быть, ну, вначале будет по плану Беларусь, потом, возможно, возможно, Грузия посмотрим, там, скорее всего, не будет. Хотя, перевалов, там, может быть. Ну, пишите в комментариях, что вы там делали, когда выпадало много снега, когда вы выделили снег, может быть, чем хорош снег, или чем плох снег, и прочее. Вообще, виды тут, бывает, вот написано тульские, тульские, почему-то тульские поколения. Действительно, вот такая тульская. Здесь, по-моему, год уже не был в Туле, кто встретил снегом. белым-белым. Снег, причем, чувствуется, что он мокрый, поэтому из него реально можно слепить снеговиков, и прочее. Пишите в комментариях, какие у вас там были снеговики, как вы их там лепили, получаются они, или нет. Вот, лежит ли в ваших городах сейчас снег, и вас это радует, или может не радует количество снега. Может, вы сами как снеговик сейчас уже идете где-то после работы, или может, у вас до работы там офис, заброшенный снегом. Снег, это хорошо или плохо? Пишите в комментариях.